так всем привет сегодня у нас 18 июня 2023 года паралия у нас по черноморске я сворачиваю на южный проспект и еду много вопросов от тех кто смотрит видео подписчиков о том как проехать к тартуге как пройти какая там ситуация сейчас на пляже поэтому я сейчас поеду еще раз покажу что на машине проезда нет расскажу про маршрутку и покажу все таки дойду до тартуги покажу по спас покажу сколько там народу как мы там пешком немало идти от места высадки так южный проспект сегодня у нас времени 15 15 29 градусов тепла жарко эти дни стоит вот эти ребята спортсмены вот здесь спорткомплекс и крытый спортком лицо к витязь постоянно проходят какие-то соревнования круглогодично поэтому не удивительно что и сейчас так вот мы едем южный проспект по парк сказку детский парк сказку проезжаем и поедем не налево а на право по объездной дороге воле града там был один проезд ну сейчас там поставили шлагбаум еще с лишний раз покажу вам что кто спрашивает и уже расскажу и про маршрутку заодно тартуга самое популярное место отдыха была здесь витязева на машинах куда народу приезжала не меньше чем парали вот идет маршрутка это сто двадцать восьмая она останавливается у воле играда вот здесь мы на право идем объездная дорога воле града и по по улице славной можно только машину поставить будет вот откуда-то машина едет какой-то проезд нашла там выезжает вот аж девица вот здесь можно проехать но показал вам одно место где все-таки наверно можно но там пока я не рискну куда ехать потому что здесь кстати говоришь 1 штрафовали вот здесь штрафовали где сейчас поставили шлагбаум вот пожалуйста вам проезда нет шлагбаум все в проезд закрыт пойди узнать так ну тут я пообщался здесь охранником да говорит закрыта заповедная зона здесь закрыли его по списку только машины там кто рабочий там специальных служб машины по списку проезжают вот вот там где стояли машины еще там вижу что еще надо как-то можно пробраться а больше то никак здесь точно нет ну и вот сейчас я проеду покажу вам где улица славная где можно пройти так ну вот можно или сюда доехать сто двадцать восьмая маршрутка или вот по улице славной вот поэтому смотрите как уже машин сколько заполняется там ближе уже на машину сильно и не поставить она туда часы и не полезу чтоб там не развернуться а вот по улице славной сюда до конца стала ходить двадцать третья маршрутка это маршрутка и витязевская которая по поселку витязева ездит именно в летний курортный сезон я сейчас эту остановочку вам покажу а сам-то сказать скорее всего пешочка прогуляюсь ну вот так вот друзья тут везде вот теперь плотно заставлена машина представляете что будет в июле в августе вот так люди бросают машины тут не тротуары ничего нет по дороге идут здесь встречные разъехаться проблематично дырочку себе здесь вряд ли найдете ну поедете развернетесь самое ужасное что нет тротуара из детьми все идут по дороге вот так устроили нам заповедную зону и отдых в то время когда развиваются российские курорты ну так все люди вдоль дороги идут машины все едут едут надежде где-то прокануться там вот здесь как вы помните был проезд на так вот там машина едет какая-то вот и где-то продирается еще а природную вот видите природный парк аннабская пересыпь все ничего пересыпать так идут всяко устроили людям как я еще бы удивляюсь на это дороге знаки не поставили остановка запрещена эвакуатор не пустили для машину далековато это прогуляться не купаться не загорать а так ты конечно пожаре не очень вот так здесь паркуйся и вот она машин . стоит вот там 23 маршрутка улица славная и уже к пароль и видите как здесь будет в июле в августе здесь надо перепрыгнуть через заграждение или пройти туда вот где маршрутка там можно пройти такую сделали людям отдых все для народа здесь естественно прохода нет по дюмам бархана вот по таким надо осилить никто тут мне конечно настилов нет все стихийно так что вам стоит сказать так интересный факт увидел в анапе на театральной площади открыли мобильный пункт по по проверке на контрактную военную службу смотрите надписи пишет магнитогорск так что контрактники протестироваться узнать про какие льготы там льгот немерено но мне смущает одно что это на театральной площади головной площади анапы где собираются отдыхающие отдыхают я думаю не лучшее место так ну и вот здесь довольно таки тягучий по песку подъемчик определенная физическая подготовочка здесь нужно пройти до моря так ну и вот вам показать все таки машины туда продираются где я показал вам местечко но я думаю скоро там тоже загородят его проезда не будет в основном как вы видите на джипах кроссоверах проезжают потому что там ужаснейшая дорога маршрутка туда сюда естественно кто спрашивал маршрутку ходить не будет вот про 23 я вам рассказал ну а если вы рискнете там поехать попробуйте наверняка будут выписывать штрафы потому что заповедная зона штрафы не маленькие но наш народ не остановить и в июле в августе я думаю когда пик сезона вот сюда вот раньше ходила маршруточка здесь останавливалась и вот там метров 300 400 сейчас конечно но его собственно моря и пляж навесики ветер с берега в сторону моря дует но моря виновата особенно у берега такая картина послан ну что пойдемте дальше еще посмотрим до тартуги я конечно не знаю дает пойду не пойду в принципе на вопроса там ответил и в общую ситуацию показал вот видите чем дальше тем народу меньше все лежаки все здесь простаивают потому что массовым машинам не проехать уже и навесы никому себя не нужны вот там где тартуга еще народ тусуется вот навесы сразу киосок мороженое все закрыто потому что народу никого нет и пешком сюда сильно никто не пойдет так ну вот собственно впереди сама тартуга здесь видите уже вообще пустые пляжи так ну вот друзья ну здесь вот подвозят лодки катера естественно там разрешение дают подвозить вот впереди там видите тартуга народ есть туда я уже не пойду в общую ситуацию я вам показал с проездом проходом на своей машине пешком на общественном транспорте общее понимание есть поэтому вот такая ситуация в тартуге видите дела как-то выкручиваетесь кто хочет пробуйте машинами проезжать где вам еще раз показывал еще раз покажу сейчас поеду обратно ну что обратно еще покажу вам этот проезд заезд где а там вы уже сами решите и будет ли он вообще к вашему приезду открыт еще так ну что вот здесь вот здесь вот здесь все было заставлено сейчас уже особого и проезды не чистят единичные которые пробираются пожалуйста заповедная зона бумажках в мусоре про шашлакбаум поставить чем действительно наводиться из порядок следить там бумажка там бумажка там целлофановый пакет там бутылка стоит там кусок картона здесь кусочки дсп заповедная зона пересыпь вот еще кусочек заповедной зона шкана вот вот такого не было ездил тишина идили пока вот иду по тем местам где раньше ездили машины парковались сейчас по одной вот тут последнюю новость услышал с значит петербургского международного экономического форума администрация она подписала 6 соглашений а общую сумму почти 72 миллиарда рублей из них будет строительство гостевого комплекса лучи самый клуб это самый крупный будет гостиничный кластер на черноморском побережье он будет сутки будет понимать до 16 тысяч человек кстати 16 тысяч человек строительство будет в период 23 по двадцать девятый год площадь этого комплекса лучи будет сколько там порядке что-то 31 что ли гектар кроме того были подписаны соглашения на 48 миллиардов рублей это строительство также гостиничных комплексов 45 звезды на симферопольском шоссе возле ж.д. вокзала и большой утриш ну и как я раньше упоминал что тоже что это с также это строительство винодельни полного цикла подписано и строительство двух промышленно-экономических парков виноградном поселке и воскресенском вот такие ближайшие перспективы ждут по развитию курорта она привительница из его это такие глобальные а за мелкими новостями модернизации реконструкции построек будем непосредственно следить с вами так ну что друзья вот здесь раньше ездили здесь я уже сейчас пешочком выхожу на этом свой обзор буду заканчивать смотрите какая . здесь нехорошая за сторону благовещенки сторону моря все чисто а прям надо мной тут нависла такая кстати завтра обещают ливни просто дождь а ливни так что посмотрим завтра скорее всего не пляжный отдых для отдыхающих а больше кафе прогулки гостиничные номера ну что друзья ставим лайки подписываемся на канал дальше будет больше интересней всем пока пока чао ну и попрощался вот еще раз как я обещал вам показать пока где проезд есть это вот-вот по объездной дороге волейграда вот здесь вот сворачивать вот здесь машины как-то едут но дорога очень плохая вот посмотрите как он переваливается джип там там просто все днище оставишь так что кто на высоким на высоких машинах ты еще могут а легковые лучше не суваться бы у моя рекомендация там уж сами решайте ну теперь уже точно на сегодня все пока пока чао